Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. А сегодня у меня Макс из магазинов Пушкин Парк, в Эбер Стор. Всем привет! Макс мне прислал фотографии того, что он творит на своем спирите. Мне прям стало интересно это попробовать. Нужна куриная грудка. Макс мне начал рассказывать, что надо делать, но я включу дурака, типа я не умею. Рецепт простой, как я и люблю. Для этого понадобится куриная грудка, копченый бекон, сыр легкоплавкий, укропчик, ну и специя по вкусу. И мы будем использовать сейчас в Мексико-Сити. Я, кстати, могу бекон открыть. Отлично. Куриное филе нужно распластать, отбить. Будем использовать вот такой вот кастет. Тебя смущает малое филе? Да. Убери его вообще. Расскажу историю про Макс. Макс случайно проходил мимо магазина, зашел такой, типа сотрудники требуются. Ну да, требуется. Вот он сейчас возглавляет магазин в Пушкино парке. А на первый мастер-класс приехал Макс, я ему сказал, надрежь вот тут грудку курицу. Ну, курицу пополам. Хренак. Было? Было, это реально правда. А сейчас жарит. Ну, конечно, не как Стас, но точно лучше. Так, все, делай. Курицу разрезаю. Ну, отстань, человек, Стас. Сидит такой, Макс, что делаешь? Что это? Макс волнуется. Для него это впервые. Стас у нас звезда YouTube. Блин. Стас, да. Ты мне скажи, нужно сеточку сделать из бекона или нет? Нет, нужно ленточками сделать. Сделать так, чтобы... Одно на одном накладываешься. Внахлёст. Шашлык быстренький можно сделать. Да? Легко. Давай-давай, режь, я нормально все делал. Ты мне как скала, я так все и сделаю. Распластали, разрезали пополам. И сейчас мы ее отобьем. Точнее, не мы. Пленочка ушла. Вот, Стас мне подсказывает, лучше это накрыть все дело пленочкой. Лайфхак от Маэстро. О, отлично. Санкционочка. Да. Икея. Сейчас такого уже не купишь. А ты все сразу заложи, да, и отобьешь. Три штуки, да? Да. Все, хватит, хватит, хватит. Пакет испортим. А его еще все-таки стирать. Остаться еще пельмени будет делать. Так, филе отбили. Теперь раскладываем, чтобы сделать из этого рулетик. Какому покрасивее я сейчас разложу. Это один рулетик будет? Да. Я думаю, будет три, понимаешь? Угу. Это я плохо объясню. Тебе вкусно было так мне объяснить? Ты так объяснил, значит, правильно. А вот если жить там-то неправильно, то не это. Ну да, все верно, все правильно. Курочка у нас будет сухая, а вот бекончик даст жир. Будет очень хорошо. Кажется, за бекончиком всегда все хорошо. Ну, тебе, Лешка, лишь бы пожрать бекончиком. Хватит. По длине он нормально получился. Или еще добавь. Это мы можем добавить, если не хватит именно... Ну, хорошо, давай. Я так всегда делаю. А вдруг отравлено? Как нарезать? Да, вот такими кусочками пойдет. А сколько надо? Еще чуть-чуть нужно отсюда. Тоже любишь, да, когда много сыра? Сыр это моя вообще страсть. Тебя тоже Макс зовут, а не Рокфор? Ну, в паспорте Макса написано. Теперь курицу обсыпаем специями. Снаружи курицу не будем обсыпать, потому что там уже и так вкусный бекон. А чтобы внутри было вкусненько, мы добавим курицу. Что обсыпаем? Это Мексико-сити. От Питгрилля. Хорош специя. Вот где-то вот в интернете насмотрелся, да? Вот это вот палец. Да. Ну и практика. Маленькая практика, но... Я можно чуть-чуть поправлю? Конечно. Легкой рукой маэстро. Нет, ну просто у тебя пробелы. Выкладываем сыр. Посыпаем укропом. Укроп можно и не сыпать, просто я очень люблю с укропом. Сочетание укропа и сыра, это очень вкусно. Поцеплю. Тут потребуется в четыре руки. Так. Да. Чуть-чуть. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Оно? Да, оно самое, да. Ну, вскрывай досочку. На кедровой будем делать? Да, на кедровой доске, конечно же, от Маэстро Барбекю. Готов? Клади на стол. Аромат бомба. Давай, 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 клади. Вот так вот. Вот так вот. Давай, знаешь, что сделаем? Там бекончик не нужны нам, шпажки не... Подмотаем. Вот и правильно мы сделали, что оставили бекон. Заплаточка. Нет, Макс, ты просто рано вернулся и не успел доесть. Ну, вроде вот так, да? Да. Красота. Откроем вентиль на баллоне, подаем газ и запускаем. Все, гриль у нас запущен. Пускай прогреется, почистим его и выложим доску. Чистить-то не нужно, но достаточно чисто, можно кедровой доске. Тем более, да. В общем, ждем 10 минут, когда тревеллер нагреется, положим. А вообще, дело по-другому. Сначала пожигаю доску с одной стороны и на обожженную сторону кладу. Но на горячей доске это будет сделать тяжело. Это раз. А во-вторых, рулет большой и он успеет прокоптиться от того дыма, который исходит из-под доски. Так что все нормально будет. Ждем 10 минут, выкладываем. Ждем. Этот турбанистический пирсаж не очень вписывается для такого офигенного гриля. Поэтому идем на природу. Его очень легко перевозить, даже подключенный. Вот он сейчас работает. Я его совершенно спокойно везу. на наш новый газон. На наш новый газон. Открываем. Макс, закладывай. Сейчас стоит на максимуме. Дождемся, когда пойдет дым и приберем до серединки. Да, доска горит, Макс. Что, мери? Красота. Самую толстую часть. 50. Ну что, еще? Да, еще, конечно. Ну, хорошо, закрывай. Ну, в общем, снимаем. Да что, ну что-то. Берем на доску вот так вот и все. О, где сыр протек. Красота. Неси свое творение. Ой, а запах, ребята. Выглядит, конечно же, аппетитно. Посмотрим, что внутри. А внутри, Макс, охеренно вкусная. Курятина. Сырная. Сырная. Пробуй. Офигительно. Блин. Это вкусно. Прям захотелось рюмочку. Закуска, да. А если это охладить, и утром на бутербродике будет прям зашибись. В общем, Макса, вы встретитесь в магазине Пушкина Weber Store. Weber Center, как принято теперь называть. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока.